Всем огромнейший привет! Я продолжаю рыть свою хомячью нору и заполняю ее все новыми и новыми наборчиками. Сегодня я закупилась несколькими наборчиками миниатюрками и есть у меня еще покупочки таких среднего размера наборчиков, но я сейчас вам все покажу по очереди. Счастливо безумно, как всегда. Первыми из наборчиков покажу те, которые недавно отшивала, например, вот этого совеныша симпатичного. Все эти совеныши от РТО. Его отшивала Елена Цвет. Ей даже не хватило какой-то ниточки. Ну вот я буду отшивать. Ленуль, поделюсь с тобой своими впечатлениями. Что там да как там. Но слава богу, что РТО все свои наборы комплектует DMC и поэтому в принципе подобрать ниточку в случае вот такой ситуации, когда вдруг ни с того ни с сего, может быть по твоей вине, не по твоей вине заканчивается ниточка, я думаю, что все-таки можно. Значит, во-первых, вот такой совеныш называется «Зимняя прогулка». Это какой у нас листочек-то? С клеверным листочком. Симпатяшка. Очень милашно смотрятся эти сапожки, в которых они обуты. Или ботиночки. Здесь такие тоненькие ножки в валеночках, да, или из ботиночек. Вот этот совеныш называется «Я сегодня новогодний». Просто классный. Шапочка у него вязана натянутая на лоб. И он так смотрит типа «А чё, я сегодня новогодний». Очень нравится. Понравилась вот эта сабунья. Называется «Листопад». Она очень яркая и с таким небольшим бельчонком на шляпе. Ну, в общем, что-то в ней есть. Атмосфера осени присутствует однозначно. И вот этот малыш, который повернул свою голову и вопрошает, какой удивительный мир. Ну, вот эти няшные ботиночки, конечно. И такие розовые щечки. Хорошие наборчики. Таких совенышей я еще не вышивала. Но, надеюсь, с удовольствием их повышиваю. Тем более, с моей любовью к миниатюрным наборам. Это самое то. Еще я прикупила несколько наборчиков котов с характерами. По мотивам Марии Ван Брюген. И схема разработала Ольга Сотникова. Но покажу только один, от которого я вообще просто без ума. Называется набор «Вдохновленный». Кошак сидит рядом с ежами. Ну и вдохновился их иголками, держит игольницу. Замечательно. Замечательно. Повышиваю с удовольствием. Но кроме мини-наборчиков, я еще взяла от РТО достаточно крупные наборы. Вот, например, этот. В итоге будет иметь размер 30 на 34. Ну, средний, скажем. Некрупный, но средний. Уж очень мне понравились эти девчушки. Эта девчушка называется «Веснушки». С гусем она на руках. Ну и вторая, догадайтесь, трех раз. Вот в левом углу ее сразу видно здесь. Это гордая красота. Девочка с петушком. Ну или с курицей. Да, наверное, с курицей. Девочка с курочкой. Я поняла, что меня тянет на сюжеты с домашними животными. Или вот такой вот домашний скот, назовем так. Домашняя птица. Тоже очень привлекательно. Не знаю почему, но вот меньше меня тянет к такому миру диких животных. Еще меньше, наверное, меня тянет к миру африканских диких животных. А вот такие домашние, да еще с такими девчушками, самое то. Что здесь ценно в этих двух наборах? Что они укомплектованы не Аидой, а укомплектованы Луганой. Покажу комплектацию. Ткань Лугана хлопковая или Мадал. Ну, смесь, наверное. 1,2 нити на сантиметр. Оба этих набора так укомплектованы, поэтому я думаю, что получится две картины симпатичные. И еще один наборчик, сейчас похвастаюсь и этим. Продолжая тему домашних животных, не смогла пройти мимо набора Dimensions из Gold Collection Petit. Вот как можно было мимо пройти вот этого вот сюжета. Называется сюжет «Пушистые друзья». Вот такие пухнастики. Котенок и утенок. То, что это еще малыши, то, что это еще котенок, а не кот, и утенок, а не утка, делает этот набор милашным. Набор небольшой, 20 на 10 сантиметров в итоге должен получиться. К большому сожалению, укомплектован он Аидой. Вот мне кажется, вот эти вот пушистые друзья хорошо бы смотрелись на равномерке. И вообще, наверное, замечательно смотрелись бы крестиком в одну нить. Здесь в основном крестик в две нити. Немножко там только идет в одну нить. Ну, естественно, здесь есть бэк и совсем чуть-чуть французских узелков, где-то на глазках. Вот моя нора пополнилась и такими наборчиками. Я, конечно же, рада. Не знаю, понравились ли вам какие-нибудь из них. Но я очень надеюсь, что что-то да понравилось. Всем желаю прекрасного вышивального настроения. И до новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok